Добрый вечер, в эфире Чиста Ньюс, в студии Валерий Житков и сразу коротко о главном. Оппозиционный блок и партия за життя хотят объединиться для выдвижения единого кандидата. Что тут скажешь, никогда еще оппозиционный блок так не боролся за життя. Да, НАБУ и антикоррупционная прокуратура готовят представление о снятии с лидера радикальной партии Олега Ляшко депутатской неприкосновенности. Так что если кто-то вдруг мечтал прикоснуться к Олегу Валерьевичу, скоро это можно будет сделать совершенно безнаказанно. Из квартиры замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова были украдены две пары дорогих часов и украшения, которые сам Нефедов ранее внес в электронную декларацию. То есть знали, куда шли. Это, кстати, первый случай, когда информация из электронных деклараций действительно кому-то пригодилась. Ну, начнем мы с самой важной на сегодня новости. Отопительный сезон под угрозой срыва сообщают нам 4 сентября 2018 года. И знаете, эта новость показалась мне не новостью. А знаете почему? Потому что не далее, как 15 сентября 2017 года, была вот такая новость. Вот новость за 16 сентября 2016 года. Далее 2015 год. Та же история. Ну и так далее вплоть до 2008 года. Отопительный сезон под угрозой срыва. Ну что ж, я вас поздравляю. В этом году угрозе срыва отопительного сезона исполняется ровно 10 лет. Так что с юбилеем вас, друзья. Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева решила заняться бизнесом и основала медицинский стартап. Напомним, что с предыдущим ее стартапом, должностью главы Нацбанка, у нее ничего не вышло. Ну, хотя если бы у нее ничего не вышло, где бы она тогда взяла средства на новый стартап? Вообще логично было ожидать от бывшего главы НБУ появления какого-то масштабного бизнес-проекта, потому что, как говорится, деньги они сами себя не отмоют. В случае, если госпожа Гонтарева закрепится в медицинском бизнесе, то нам с вами стоит ожидать серьезных перемен. К примеру, если раньше для того, чтобы вылечить болезнь, нужно было выпить 8 таблеток, то теперь их понадобится 27, а к зиме, глядишь, и все 32. Предвыборная президентская гонка в Украине продолжается, и о том, чем сейчас заняты наши кандидаты, расскажет Евгений Кишевой. Добрый вечер. Лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил журналистам, что получает полторы тысячи гривен в месяц. Получает он эти деньги за то, что преподает в Киево-Могилянской академии. Отсюда вопрос, чему может научить человек, который научился зарабатывать, всего полторы тысячи гривен в месяц. Также Анатолий Степанович заявил, что его жена зарабатывает 20 тысяч гривен в месяц, и он, по сути, живет за ее счет. Отсюда вывод, собственно говоря. Раз Анатолий Степанович решил баллотироваться в президенты, то, видимо, ему надоело жить за счет жены, и он решил немножко пожить за наш с вами счет. Один из его оппонентов, президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, поделился со своими избирательными секретами, причем не какими-нибудь, а секретами госбезопасности. И сделан это в эфире телеканала «Прямой». Как это стало возможным? Дякуючи фаховцам с коммуникационных специальностей, фаховцам с супутниковых технологий, фаховцам с компьютерного расшифрования, потому что мы делали перехопление с российских супутников. Прошу это не показывать. И тут возникает вопрос, на вещь про це рассказывати, якщо не можна це показывать. Ну хорошо, Петр Алексеевич, раз вы сказали, мы показывать не будем. А вот прям мой канал показал. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока. Спасибо, Евгений. ДТП с участием пьяного сына мэра города... Сейчас, я думаю, напряглись мэры всех городов страны, потому что такое могло произойти где угодно. Но в этот раз это произошло в городе Прилуки. Так вот, сын мэра Прилук пьяным сбил электроопору и оставил город без света. Ну, вообще, это не первая пьяная выходка данного ребенка. И вообще, ребенок сложный. Представляете, какая у него постоянная внутренняя борьба? С одной стороны, ты сын мэра, а с другой стороны, ты сын мэра Прилук. Да, то есть, тебе можно делать все, но негде. Из развлечений остается разве что сбивать электроопоры. Вообще, конечно, с этим надо что-то делать, надо поговорить с ребенком. Жаль, что нас сейчас не слышат в Прилуках, потому что у них в третий день нет света. Новости спорта. Да какая новость. Футбольный клуб первой украинской лиги «Ингулец» построил для болельщиков новую трибуну. Не спешите радоваться, выглядит она вот так. Согласитесь, очень удобная конструкция. Она позволяет во время матчей болеть за любимую команду, а вечером в ней же можно продавать арбузы. Зато теперь у «Ингулеца» самые преданные фанаты. Как говорит тренер, еще не было ни одного матча, чтобы кто-то из болельщиков покинул трибуну. На сегодня это все новости. Встретимся с вами завтра вечером, сразу после ТСН. До свидания, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова